Добрый день, меня зовут Оля. Я воспитываю ребенка, мальчика Диму. Ему 4 года и 4 месяца. На сегодняшний день Диме ставят диагноз РАС, расстройство аутического спектра. Дима совершенно не разговаривает, он говорит одно слово, только мама и все. С детками он не контактирует, со взрослыми в принципе особо тоже. Ну это такое. Все началось с того, что в принципе родился ребенок здоровым, в срок сделали кислорево сечение. Вот, но в принципе ребенок был здоров, никаких отклонений, ничего, все было замечательно. Рос ребенок, сильно плакал по ночам, но так как это беременность первая, я думала, что в принципе все дети плаксивы, все плачут. Рос, развивался, 8 месяцев он сказал, мама первый раз, в 11 месяцев пошел. Все было в порядке, но вот ближе к году стали проявляться тревожные симптомы в виде того, что когда он уже мог самостоятельно ходить и передвигаться, он всегда старался избегать общения людей. Там, где были скопления деток, он всегда в парке убегал, вот он никогда первый сам не шел на контакт и в принципе когда его кто-то начинал трогать или хотел поздороваться, он всегда плакал и как-то очень нервно себя проявлял. Еще, конечно, для меня было как-то странно такое поведение, когда я, допустим, выходила из комнаты, приходила, у него как-то не было реакции на меня. И даже когда подолгу его оставляла одного с бабушкой, допустим, на 2-3 часа, когда я приезжала, приходила, ну, реакция на меня абсолютно никакой не было, ни радости, ни слез, ничего, вот, ну, то есть было как-то очень странно. Потом мы пришли в год к неврологу, она его посмотрела, ну, ничего, все, нормальный ребенок, все в порядке. Вот, потом в год 8 у нас была стрессовая ситуация, ребенок сильно испугался, и после этого у него стали проявляться нервные тики, он стал шею крутить, руки вот так вот сжимать, вот, выкрикивать что-то. Тут мы пошли к невропатологу, она тоже посмотрела, говорит, что энцефалограмму надо делать, но пока ребенок очень маленький, просто назначила глицесет и все. Потом мы уже, когда ему было 2 и 3, мы опять повторно пришли к неврологу, она его начала более тщательно смотреть, он не показывал ни цвета, ни где глазки, где там девочка, где мальчик, где собачка, он ничего этого не показывал. Она поставила диагноз минимальная мозговая дисфункция, назначила глицесет и сказала немножко попозже, к 3 сделаем энцефалограмму, что-то уже будем понимать. Вот, но мы не стали ждать 3-х лет, мы обратились в центр у нас в городе, где занимаются детками с ДЦП. Вот, пришли там комиссию, психиатра, логопеда, окулиста, лора, в общем. И первый раз нам там невролог поставил диагноз расстройство аутического спектра. Вот, мы не знали, что это такое, как это лечится, что с этим делать. Вот, и на что она сказала, что это, данное расстройство не лечится, оно только корректируется. Сказала искать специалистов в городе, которые занимаются данной проблемой. И, в принципе, всё. Назначила пантагам энцефабол, вот, и всё. Сказала, ходите к логопеду-дефектологу, занимайтесь. Ну, занимались, пропили, ничего, никакого эффекта. Нервные тики остались, как не общался, так и не общался. И речи абсолютно никакой нету. После этого мы обратились в другой центр, где занимаются с детьми с расстройствами, именно в психоэмоциональной сфере, так скажем. Вот. Там нам сделали, назначили обследование энцефалограммы, доплер сосудов головного мозга, аудиограмму. В общем, всё, мы это прошли. Особо никаких нарушений нету нигде. Вот. Назначили нам курс микрополяризации, препараты, и всё. Всё, три месяца мы проходили там курс реабилитации. Ну, конечно, он стал немножко, чуть более концентрированный, да, будет немножко более исполнительный, но речи абсолютно нету, какого-то взаимодействия нету. Вот. В общем, так бывает, что прям руки опускаются от этого всего, от того, что нету какой-то квалифицированной помощи родителям, у которых дети больны аутизмом. Вот. И стала искать сама книги, пособия, видео, да, где занимаются, как занимаются с аутистами. И чисто случайно попала на видео «Аутизм излечим». И как же, каково же было моё удивление, счастье, я начала просматривать все видео родителей, которые рассказывали свои истории про детей больных аутизмом, где в каждой истории я находила что-то своё, и понимала, что да, вот у нас тоже так, да, я иду по той же дороге, да. И я даже не могла сразу вначале понять, что кто такой Давид, и что именно это за помощь. Вот. Но под видео в Ютубе была ссылка на его сайт, на Давид Баер. Я зашла на этот сайт, ставила заявку, мы созвонились по скайпу с Давидом. У нас был первый сеанс, после которого, конечно, мне стало немножко спокойнее на душе. Вот. И ещё у нас был один важный прогресс. Это Дима каждое утро, когда просыпается, он всё время кричит и плачет. Вчера было первое утро, когда ребёнок проснулся совершенно спокойный, он не улыбнулся. И, ну, это было очень, очень важно для меня. Вот. Я очень надеюсь на помощь Давида, и я знаю и уверена, что он сможет помочь нам преодолеть эту неизлечимую болезнь. Спасибо, Давид.